Савиньо Блан 2020 года с винтовой пробкой. Угощайтесь. Савиньо Блан, Пино Нуар, Каберне, глаза разбегаются от выбора. На этой выставке любой может подобрать себе российское вино по вкусу. Большая половина из них защищенным географическим указанием Кубань. Юбилейный саммит виноделов символично проходит в Абрау-Дюрсо, в месте, где 150 лет назад как раз и зарождалось отечественное виноделие. На саммите виноделов и виноградарей поприветствовал министр сельского хозяйства России. К разговору он присоединился дистанционно. Участие в разговоре принял и губернатор Краснодарского края, как глава одного из ведущих винодельческих регионов страны. Саммита ждали два года. Планом мешалась пандемия. Однако за это время была создана крепкая законодательная база для дальнейшего развития отрасли – федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепил, пожалуй, главное. Теперь отечественное вино производится только из винограда, выращенного в России. Виноградарстве и виноделии уже с теми решениями, которые приняты в законодательстве о создании федеральной СРО, это все дает очень серьезную надежду, даже уверенность в том, что Россия станет одной из ведущих винодельческих держав мира. У нас для этого есть все основания, но нам нужно для этого объединить наши усилия с государством, а в государство поверить своих виноделов и дать им возможность саморегулирования. Какие шаги будут предприняты дальше, говорили непосредственно на деловой площадке. Вениамин Кондратьев уверен, что федеральный закон, принятый три года назад, дал дополнительный стимул для развития отечественного виноделия. Три года назад виноделие, ну и как и виноградарство, занимались единиц. А сегодня, после принятия федерального закона, уже сегодня, ему и нет двух лет, виноградарством и виноделием хотят заниматься, ну практически все, и даже то, что бизнес, фермеры и начинающие фермеры тоже хотят заниматься виноградарством и виноделием. Мы о чем сегодня говорим? Мы говорим о том, что виноградарство и виноделие стали бизнесом. Бизнесом, и поверьте, где-то уже достаточно маржинальным бизнесом. Конечно, мы говорим, что сегодня необходимо еще создавать условия для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно в рынке. Я говорю про российское виноделие. Но, друзья, истории по виноградарству и виноделью современной России, как в России вчерашней, не написано. Вот мы вместе сегодня и пишем. Вместе сегодня сейчас пишем историю виноградарства и виноделия современной России. За последние годы наш регион добился заметных результатов винодельческой отрасли. Сегодня Кубань производит 45% российского вина и 37% шампанского. По этим показателям мы по-прежнему лидеры в стране. В Краснодарском крае земли, на которых можно выращивать виноград, защитили от застройки законом. Такая позиция региональных властей вполне объяснима. Вениамин Иванович Кондратьев, который сыпал цифрами, чувствуется, что он глубоко погружен в отрасль. За это отдельная благодарность и за вашу инициативу о виноградопригодных землях. Сейчас в крае под виноградом занято 28 тысяч гектаров. Для развития отрасли нужно еще больше. В ходе инвентаризации в регионе выявили еще около 50 тысяч гектаров потенциальных виноградопригодных земель. По подсчетам специалистов, при их полном освоении, производство винодельческой продукции увеличится в два раза. С 20 миллионов декалитров до 40 миллионов декалитров в год. Внушительная цифра. И тут еще один важный момент. Региону необходимо больше собственного посадочного материала. Мы должны подумать над механизмом, как у нас сделать так, чтобы российское вино приобрело собственный вкусовой букет. Мы говорим об автоктонных сортах. А если в целом, мы говорим о российских питомниках. И это тоже сегодня нам очень важно. Они тоже нуждаются в субсидировании. Потому что у нас сегодня нехватка отечественных саженцев. Примерно 65% где-то у нас отечественных саженцев. Вот даже на 1700-1800 гектаров. В этом году, я думаю, тоже где-то будет 1700-1800 гектаров. 65% отечественных саженцев. А все остальное, это Австрия, это Италия, это Франция, это даже Сербия. Они нуждаются в субсидировании. И не только, я бы сказал, даже просто сама закладка, как таковая, питомника, но еще и оборудование, и технику. Это тоже очень дорогая составляющая. Я думаю, это все приведет к тому, как я уже сказал, к такому общему грандиозному успеху. Но автоктонные сорта, это, конечно, здесь наука нам должна помочь. Они у нас есть. Они у нас есть. Просто нужно это не потерять. Не потерять. На саммите действительно понимаешь, что вину – это целая культура, которую в Краснодарском крае активно возрождают. Я считаю, что сегодня вы заняли определенную высокую нишу. Главное, чтобы вы с нее не сошли. И, поверьте, вы по-настоящему продвигаете российское вино на мировом уровне. По-настоящему продвигаете. Спасибо, молодцы. Спасибо. Спасибо, молодцы. Мы встречаемся. Садьба идем на маску. Я считаю, это на самом деле идет. Хороший, хороший стандарт. Ежегодно в Краснодарском крае закладывают почти 1700 гектаров новых виноградников, чтобы российское вино не подражало Италии, Франции, Испании, а имело свой неповторимый букет.